Выбор есть. Накануне в школах области прошел единый день голосования. Ученики выбирали руководителей органов самоуправления. Наша съемочная группа побывала на одном из участков и выяснила, чем детские выборы отличаются от реальных и какая она большая политика для тех, кому еще не исполнилось 18. Все по-взрослому. В единый день голосования актовый зал 35-й школы Самары на время превратился в избирательный участок. Здесь выбирают председателя совета учащихся. Ситуация максимально приближенная к реальности. Бюллетени, списки избирателей, кабины для голосования и даже КАИП. Автоматический комплекс обработки. Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо. За ходом выборов следили местные избирательные комиссии, сформированные из волонтеров. Прежде чем заступить на столь ответственные должности, юноши и девушки прошли курс подготовки в областном избиркоме. Александра Моргунова – заместитель председателя избирательной комиссии в 35-й школе. Пройти обучение и принять участие в едином дне голосования, ее осознанный, практически профессиональный выбор. Девушка учится на втором курсе юрфака. Мне очень интересно избирательное право. Я написала статью даже про выборы. И поэтому я решила попрактиковаться и именно наглядно увидеть всю процедуру, все этапы ознакомиться, на практике это все рассмотреть. От каждого кандидата присутствовали наблюдатели. А еще участок посетил глава регионального избиркома Вадим Михеев. По словам председателя, такая своеобразная детская версия выборов позволит сформировать у будущего электората ответственное отношение к голосованию, повысить явку и понимание важности процесса. Мы можем долго и обоснованно иногда академическим тоном говорить им в классах с трибуны о том, что зачем ходить на выборы и как это важно. А сегодня они на практике сами поняли, сами увидели, что же значит выборы, что значит от них зависит. Если он пришел и проголосовал за своего кандидата, то и результат он увидит сам. В едином дне голосования участвовали 126 школ региона. На избирательных участках работали 150 волонтеров, подготовленных региональным избиркомом. Анна Ивахина, Александр Дудко, Новости губернии.